Ну, ладно. Раз нас меньше, то, значит, я могу более активно вас подключать к диалогу. Более интимная обстановка позволяет вас подключать к диалогу. Ну, значит, значит, у нас уже были первые определения гомологии, и уже мы знаем, как их вычислять на практике, но пока только, грубо говоря, из определения. Прямо непосредственно строятся эти комплексные, вычисляется их гомология. Но есть много разных таких опосредственных способов вычислять гомологии, которые мы как раз в разных из них способов сегодня обсудим. Значит, я сегодня сформулирую несколько утверждений о гомологиях. Это общие свойства. И они обладают таким свойством, что можно вообще забыть про определение исходной гомологии, а использовать эти свойства в качестве аксиом. И оказывается, что, значит, вот этих свойств достаточно, чтобы вычислять гомологии любого клеточного пространства. И для клеточных пространств, таким образом, этих свойств достаточны. И тем самым любая теория гомологии, которая удовлетворяет этим свойствам, совпадает с... Все они изоморфны для случаев клеточных пространств. Это дает вот этот общий... Такой метод дает общую теорему о том, что вот для клеточных пространств все разные подходы к теории гомологии дают одно и то же. А именно, вот, значит, нужно, грубо говоря, доказывать, что все эти теории гомологии удовлетворяют этим свойствам. Значит, это получается то, что называется аксиматический подход к теории гомологии. Значит, основные свойства теории гомологии. Ну и я буду в основном рассматривать случаи клеточных пространств. Но там есть несколько несущественных технических деталей, что происходит для пространств более сложного вида. Ну, значит, во-первых, каждому топологическому пространству мы сопоставляем последовательность групп. Это обильные группы. И если у нас еще второе свойство, что если у нас есть непрерывное отображение, то ему сопоставляется гоморфизм любого образа из гомологии х в гомологии у, которая сохраняет градуровку. Ну, давайте мы будем в качестве в качестве основной модели использовать сингулярные гомологии. Значит, сингулярные гомологии классы сингулярные гомологии представлены сингулярными цепями, которые есть сингулярные линии на комбинации сингулярных симплексов. Если мы возьмем сингулярный симплекс в х и отобразим его при помощи f, то есть возьмем композицию, то мы получим сингулярный симплекс в игрек. Таким образом, для сингулярной гомологии, соответствующей гоморфизм, естественным образом, строится. Ну вот, так значит, основные свойства такие. Первое свойство – это функториальность. Которая говорит, что если мы возьмем композицию двух таких отображений, то соответствующий гоморфизм совпадает с композицией гоморфизмов для этих гомологий. Для сингулярной гомологии это практически тавтология. Берем сингулярный симплекс, отображаем из х в игрек, из игрека в зет. Все равно, что сразу отобразить из х в зет. Ну, это, в общем, одно и то же. Но второе свойство, чуть-чуть более содержательное, это гомотопическая инвариантность. Мы это несколько раз уже упоминали, но доказательство даже не приближалось. Значит, которое говорит, что если два отображения гомотопны, они соединяются непрерывным отображением, семейством непрерывных отображений, то соответствующий гоморфизм в гомологиях просто один и тот же. Он не меняется при гомотопе. Здесь не просто равно F1 со звездочкой. Гоморфизм прямого образа не меняется, когда мы начинаем непрерывно менять наше отображение. Ну и как следствие, следствие, а, да, ну, функториальность понятно, что для тождественного отображения соответствует, это, значит, тождественное отображение в гомологиях, ну и так далее. Вот, и в качестве следствия получаем, что если два пространства гомотопически эквивалентны, то из этого следует, что их гомология не меняется, такие же. Значит, здесь изоморфные гомология Y. Ну, действительно, то отображение, значит, гомотопическая эквивалентность задается отображением из X в Y, из Y в X, и эти отображения как раз задает гоморфизм гомологиях, которые по определению являются обратными друг к другу. Значит, вот получается, гомотопические эквивалентные пространства имеют равные гомологии. Вот, я еще раз напомню, что, пожалуйста, не путайте слова гомотопные, которые относятся к отображениям, и гомотопические эквивалентные, которые относятся к топологическим пространствам. Значит, это мы потом, я еще, откуда она берется, и что она означает, я, возможно, еще это буду обсуждать. Третье свойство, вот какое. Это, значит, помимо обычных топологических пространств, еще можно рассматривать пары топологических пространств. Где, значит, X – это клеточное пространство, а клеточное пространство, давайте я так напишу, клеточная пара. Вот, так вот, понятие гомологии обобщается до понятия того, что называется относительная гомология. Вот, относительная гомология. Вот, относительная гомология. Я с вами еще сегодня обсужу, что это такое, которое обозначается вот таким образом. Это тоже способ сопоставить группы топологической пари, значит, уже когда ни одному пространству, а целой пари топологических пространств. И тоже все это не меняется при… Все это функториально, не меняется при гомотопиях, все то же самое, значит, 1 и 2 выполняется для клеточных пар. Вот. А свойство, которое новое в этом смысле, это вот какое, что вместо гомологии пары, значит, можно посмотреть на гомологии фактор пространства. Вот. Так вот, гомология фактор пространства, это, значит, мы берем клеточную пару, под пространство стягиваем в точку и берем фактор пространства. Вот это примерно и есть то же самое, что и клеточная пара. Значит, это гомологии пары, они заморозны гомологией фактор пространства, ну или более конкретно приведенным гомологиям фактор пространства, которое, я напомню, что это обычная гомология, если n больше нуля, вот, и на единичку меньше размерность, если n равно нулю. Ну, то есть, у нас нульмерная гомология соответствует компонентам связности, и у этой фактора пространства есть естественные компоненты связности, которые, получается, соответствуют выделенной точке, а именно этому подпространству, которое соответствует точке. Ну вот, значит, можно это считать в качестве определения гомологии пары, но потом я дам немножко другое определение гомологии пары, более, как бы сказать, концептуально, а это превратится в утверждение. Ну, как видите, вообще говоря, пока у нас ничего нового нету. Следующее свойство это так называемое понятие длинной точной последовательности, которое я сейчас чуть-чуть позже обсужу с вами. Длинная точная последовательность. Мы с вами обсуждали длинную точность последовательности гомотопических групп для расслоений. Ну, вот есть длинная точность последовательности теории гомологии, и она связана не с расслоением, а с слеточной парой. Это мы с вами обсудим. Ну, и, собственно, пятая аксиома это гомология точки. Это такая нормировка. Это значит, как мы с вами знаем, это группа Z, если n равно нулю, и ноль в остальных случаях. Ну, вот значит, из того, что мы с вами из этого списка не обсуждали, это значит, гомотопическая инвариантность. Вот этот изоморфизм относительных гомологий и значит, давайте я это выделю, то, что нам еще нужно с вами понять. Это гомотопическая инвариантность. Вот этот изоморфизм, который называется еще, он еще носит название изоморфизма вырезания. ну и длинная точная последовательность тоже, которую нам еще с вами нужно обсудить. вот. Так вот, теорема говорит, что этих аксиом достаточно, чтобы полностью восстановить гомологию пространства. теорема значит, аксиомы выполняются, это полностью гомологией клеточного пространства. ну и как следствие всякая теория гомологии, в которой удовлетворяются эти аксиомы изоморфно-клеточным в частности, значит, сингулярно изоморфно-клеточным и так далее. Вот. Поэтому все разные модели теории гомологии, они в основном служат для того, чтобы создать непротиворечивую теорию, но вычислять в реальности при помощи этих явных конструкций теории гомологии, ну это неразумная задача, а нужно как раз пользоваться вот этими аксиомами, и это и дает нам правильный ответ. Значит, давайте, чего тут у нас не хватает, нескольких кусочков, и, значит, будем с вами по очереди с этим разбираться. Сегодня на семинаре мы будем подробно изучать длинную точную последовательность. Значит, предметом нашего семинарского занятия будет как раз длинная точная последовательность, и всякие разные примеры будем оттуда брать частные случаи. Но само определение я, может быть, тоже скажу, если хватит времени на лекции. Но, вообще говоря, я собирался этим заниматься на семинарах. Так что давайте обсудим первые два свойства – гомотопическая инвариантность и изоморфизм вырезания. Ну, гомотопическая инвариантность. Давайте я предварю рассуждение вот таким способом. Значит, я напомню вам, может быть, кто помнит, мы с вами на семинарах обсуждали вычисление гомологии симплекса, симплециальной гомологии симплекса. И там был такой прием, чтобы доказать, что гомология симплекса тривиальная, которая называлась цепная гомотопия. В общем, мы сейчас примерно то же самое рассмотрим. Значит, давайте я сначала про гомотопическую инвариантность сейчас сформулирую немножко другое утверждение, а именно просто чтобы немножко упростить рассуждение, я докажу вместо полной гомотопической инвариантности я докажу немножко более простое утверждение. а именно утверждение. Пусть х стягиваемое клеточное пространство. Тогда я утверждаю, что гомология у х такие же как у точки. Гомология стягиваемое клеточного пространства требиальная. Под гомологией я понимаю сингулярная гомология. Значит, это все для сингулярных гомологий. Когда мы с вами вводили сингулярные гомологии, я утверждал, что руками ничего построить сингулярные гомологии, вычислить ни у какого пространства невозможно, потому что даже пространство цепей невозможно себе вообразить. Но тем не менее в каком-то смысле мы сейчас это проделаем руками. Вот это вычисление, которое вычисляет сингулярные гомологии точки, мы проделаем руками. А именно что это означает равенство? Фактически гомологии почти всегда нулевые, но кроме там нольмерных. И это равенство означает, что всякий замкнутый вот это утверждение говорит, что всякий всякая какая там замкнутая цепь, всякая то есть цикл является границей. То есть нам как раз нужно доказать, что гомологии тривиальны, то есть там очень много есть циклов, но все они гомологически тривиальны. Если у нас имеется цикл, то по нему можно построить цепь, для которой она является границей. Значит, мы должны всякой цепи, значит, у нас пускай ци это цикл от x сингулярный цепь, сингулярный цикл, если мы знаем, что она является циклом, если от нее границ равна нулю, то мы должны построить, восстановить такую каминус-одинмерную цепь, каминус-одинмерную цепь, такую, что граница b равняется c. Значит, такое соответствие из каждой цепи c мы сопоставляем b. Оно бьет из камерных цепей в k-1 мерной цепи. ну и вообще-то говоря, нам нужно его такое отображение построить не значит, вот это b, которое равняется hc. Такое отображение нужно построить только для тех цепей, которые являются циклами, которые являются замкнутыми. Но выделять отдельно цикл очень сложно, поэтому идея заключается в том, чтобы построить такое отображение действующее в направлении противоположному действию граничного оператора, которое увеличивает градировку на 1 и которое обладает таким свойством, что если мы его применим к замкнутой цепи, то мы должны получить как раз границу. В общем случае это отображение будет обладать таким свойством, что если возьмем hd плюс dh, то это получается тождественное отображение. Смотрите, у нас как происходит ck минус 1, ck, потом ck плюс 1. Это у нас так устроен комплекс и так у нас действует оператор d, а вот этот оператор h, который называется цепной гомотопии, на гомотопию, он действует в обратном направлении, он повышает градировку. и в этих двух слагаемых, которые я здесь написал, мы сначала применяем d, потом h, потом d, а в другом случае мы сначала применяем d, потом h. Сначала мы понижаем градировку на 1, потом обратно повышаем, а в другом случае понижаем, повышаем, потом понижаем. И вот это свойство должно выполняться. Ну и действительно, если значит если то есть у нас hda плюс что у нас написано? У нас написано hda плюс dh ha равняется а. Ну и отсюда следует, что если dа равно 0, то тогда получается отсюда следует, что a равняется db, где b равняется h от a. Первый слагаемый обращается в 0, мы получаем, что a со мной является границей от h а. Что есть требовалось доказать. Так что нам нужно построить вот этот оператор цепной гомотопии. Как он строится? Строится вот каким образом. У нас имеется давайте возьмем какой-нибудь сингулярный симплекс. Я его так условно нарисую, как искребленный треугольник. Это сингулярный симплекс в нашем пространстве х. Но у нас имеется наше пространство стягиваемое, поэтому имеется гомотопия х в х такое, что ну давайте f0 f1 это тождественное, а f0 это отображение в точку. вот, а t прибегает отрезок от нуля до единицы. Ну, давайте к нашему симплексу применим эту гомотопию. рассмотрим симплекс, сам сингулярный симплекс задается отображением из сингулярного нмерного симплекса в наше пространство х, а мы к нему применим гомотопию. Вот возьмем, то есть, композицию с f. Тогда у нас получается, что когда t начнет меняться, при t равном единице у нас исходный симплекс, потом начинаем t менять, и наше отображение стягивает этот сингулярный симплекс в точку. Если мы возьмем все это вместе, все это семейство, то все семейство вместе, гомотопия, примененная к исходному симплексу, задает отображение, это что мы берем c композиция с f. Это задает отображение уже m плюс один мерного сингулярного симплекса в x. Его обозначим через h c. Значит, вот эта гомотопия, цепная гомотопия, примененная к исходному симплексу, это результат его стягивания по определению того, что наше исходное пространство предполагается стягиваемым. Значит, этот исходный симплекс получается из исходного н-мерного симплекса умножением наотрезок и плюс у этой призмы одно основание стягивается в точку. получается m плюс один мерный симплекс. Ну и теперь давайте посмотрим, что означает основное тождество цепной гомотопии. HD плюс dh равняется identity. Давайте посмотрим внимательно на границу этого симплекса сингулярного границу этого симплекса, который здесь нарисован. Он состоит из двух частей. Это такая пирамидка, в которой есть две части. Во-первых, основание, исходный симплекс. И вторая часть это боковые грани. А что такое боковые грани у этого симплекса? Значит, смотрите, мы взяли боковую грань какую-то и опять же к ней применили вот эту же самую гомотопию стягивания. Таким образом, боковые грани это результат применения гомотопии к границе исходного симплекса. То, что я здесь написал, это теоретика множественная, просто как множество она устроена. Например, такого же рода рассуждения мы использовали, когда вычисляли симплециальные гомологии симплекса. Вот. Вот в этом равенстве это как раз и можно увидеть исходные равенства, которые нам требуются. Но только нужно там что-то перенести в левую часть и правильно проверить расстановку знаков. При правильной расстановке знаков получается исходное равенство вместе с их знаками. Но идея вот ровно такая. Вот. Значит, в результате мы почти что руками вычислили гомологию стягиваем пространства. Если у нас какая-то граница, если у нас какая-то цепь является циклом, то она сама является границей, а именно границей конуса над этим циклом. Вот. Значит, это такое урезанное свойство гомотопической инвариантности. Ну, а в общем случае рассуждение очень похожее. Значит, в общем случае давайте попробуем я эту эту же идею попробую сейчас распространить для доказательства гомотопической инвариантности в общем случае. Значит, пускай у нас f1 и f0 и f1 два отображения из х в у и у нас соответственно есть два комплекса для икса и аналогичный комплекс для игрека. вот и у нас эти самые два отображения которые f0 и f1 f1 со звездочкой ну со звездочкой давайте я тоже напишу которые переводят цепи на иксе вот подождите внизу y уже должен быть вы меня не поправляете смотрим что вы пишете и верим вам да так f0 со звездочкой f1 со звездочкой вот и нам нужно проверить что два отображения значит во первых давайте вот скажу значит в первой строке написан цепной комплекс давайте вот как давайте я пока вот это уберу эту часть в первой строке написан цепной комплекс который вычисляет гомология икса во второй строке цепной комплекс который вычисляет гомология и у нас есть способ как сопоставить сингулярной цепи на x сингулярную цепь на y вот так вот значит такой набор два комплекса и набор гоморфизмов которые сохраняют городуровку называется гоморфизм цепных комплексов если это диаграммка коммутативно то есть дифференциал потом f со звездочкой в со звездочкой дифференциал это одно и то же это как раз точности выполняется для гоморфизма связанных с прямого образом с прямым образом вот но в общем случае это просто такое алгебраическое понятие гоморфизма цепных комплексов что-то коммутативность этой диаграммы означает что гоморфизм прямого образа переставляется с оператором взятия границы и отсюда следует что замкнутые цепи цепи переходят замкнутые границы переходят границы и соответственно гоморфизм гомологиях корректно определен и значит всякому гоморфизму гоморфизму цепных комплексов соответствует гоморфизм в гомологиях вот но теперь у нас не один есть гоморфизм цепных комплексов а 20 гоморфизма f1 со звездочкой и f0 со звездочкой значит f0 со звездочкой f1 со звездочкой f1 со звездочкой это гоморфизм цепных комплексов значит идея и вам нужно доказать что они дают одно и то же гоморфизм дает один тот же гоморфизм гомологиях значит идея состоит в том что нужно построить сейчас куда нужно построить мы хотим построить сейчас я нарисую нарисую куда я хочу построить гоморфизм что-то в этом направлении этот гоморфизм она значит из к минус одинмерных цепей в x действует в к плюс на единицу больше градуровки мерных цепей в y и такое отображение набора гоморфизмов аж называется аж это цепная гомотопия если опять же dh плюс hd значит смотрите мы берем h потом применяем d или d применяем h значит первое d вот этот если d сначала применяем тот он он соответствует новому комплексу в игреке в x а если в конце применяем то применяем это самый гоморфизм в игреке в результате облах слагаемых бьет из камерных цепей в x камерная сцепи в игреке вот это должно быть f1 со звездочкой f1 со звездочкой минус f0 со звездочкой вот если мы такой построили значит и такое lemma такая простая очевидная что если существует цепная гомотопия то f0 со звездочкой и f1 со звездочкой это одно и то же дает в гомологиях но это очевидно действительно возьмем какой-нибудь какой-нибудь класс представленный представляющий это самого какой-то класс гомологии в иксе он представлен некоторой цепью значит dc равняется нулю этот цикл его граница равна нулю и тогда мы получаем из этого из этого равенства что f1 со звездочкой f1 со звездочкой c минус f0 со звездочкой c равняется то что здесь написано это является границей от hc ну и следовательно следовательно класс эти самые соответствующие цепи f со звездочкой c и f1 со звездочкой c и f0 со звездочкой c они гомологически эквивалентные они отличаются на границу вот так что это такое очевидное следствие вот так что значит нужно построить вот эту цепную гомологию гомотопию сейчас я попытаюсь ее воспроизвести значит как же это нужно делать пускай у нас действительно это никакой не абы какой цепной комплекс а именно два дня бы какие 20 гоморфизма цепных комплексов а те которые взяты из двух гомотопных отображений значит пускай у нас имеется сингулярный симплекс в x сингулярный симплекс вот и у нас имеется f0 композиция c и f1 композиция c это два сингулярные симплексы в y но они между собой гомотопный значит следующее между ними имеется гомотопия вот и f возьмем гомотопию соединяющие это эти два симплекса соединяющие их гомотопия их гомотопия и это отображение которое значит вот это вот эта штука это отображение отрезок умножить на сингулярный симплекс в y дайте его нарисую условно как-нибудь вот так вот это отображение такой призмы которые из произведения сингулярного отрезка отрезка на сингулярный симплекс на одном грани мы имеем исходный сингулярный симплекс f0 композиция c а на другой грани мы имеем f1 композиция c мы два сингулярных симплекса соединили соединили вот такой призмой ну и давайте временно посчитаем что это призма это не это призма не является сингулярным симплексом ну давай ну это к такой многогранник такой но представим его все таки что это есть условно сингулярный симплекс временно или так обобщенный сингулярный симплекс что является его границей его граница состоит из двух оснований и боковой грани а боковая грань есть не что иное как точно такая же гомотопия применяемые к границе симплекса то есть мы фактически получаем вот это вот это вот равенство вот это вот равенство мы получаем за исключением того что она пока не имеет смысла потому что значит вот в качестве h вот эту штуку вот я обозначу я хочу и как раз и обозначить через hc вот значит единственное только что это hc не является сингулярным симплексом hc не является сингулярным симплексом но если мы его возьмем в качестве так условно сингулярного симплекса то вот это равенство опять же будет справедливо и мы все что хотим получим вот таким образом чтобы дальше закончить доказательства нужно немножко добавить рассуждения именно например можно чуть чуть подправить теорию гомологии и допустить такого рода объекты но это не очень удобно а чуть больше удобно чуть более удобно это взять этот призму и разбить ее представить виде каноническим способом виде объединения симплексов вот и теперь значит рассмотрим такую задачу рассмотрим отрезок умножить на симплекс и в задача в том чтобы это разбить снова на симплексе разбить на симплексы ну вот имеется канонический способ это сделать имеется канонический способ разбить это на симплексы и таким образом в качестве истинного определения вот этого оператора h будет сумма сингулярных симплексов на которые разбивается вот эта призма мы вот этот овощ deze определения разбиваем стандартным образом на симплексы каждый симплекс представляет ограничение отображение на каждый из них представляет себе сингулярную цепь и таким образом мы получаем сумму сумму сингулярных цепей то есть сумму сингулярных симплексов то есть сингулярную цепь вот ну а дальше всякие подробности детали чтобы все это убедиться что все это там все эти определения хорошо согласованы вот значит осталось только в качестве последнего технического шага научиться разбивать произведение отрезка на симплекс нужно научиться разбивать на снова на симплексы вот давайте я сейчас скажу как это делается вот я возьму еще раз нарисую произведение отрезка на симплексы и обозначу вершины нижнего основания через 0 1 и так далее n а вершины верхнего основания я обозначу через 0 штрих 1 штрих и так далее до к штрих значит у этой пирамиды всего получается 2к плюс 2 вершины которые обозначаются индексами 0 1к и так далее 0 0 штрих 1 штрих и так далее к штрих вот и симплексы вершины моего симплециального разбиения будут состоять из тех же вершин что и у этой призмы вот а симплексы будут номероваться просто набором из их вершин и вот я возьму такое такой набор вершин возьму на нижнем основании вершины с номерами 0 1 2 и так далее до номера и потом потом после номера и я беру номер с тем же вершину с тем же номером но на верхнем основании и штрих потом и плюс 1 штрих и так далее и и наконец-то к штрих вот и значит бюро где и пробегает от нуля дока ночь вот мы как раз получаем такое разбиение на симплексы давайте его попробуем нарисовать немножко проще нарисовать на плоскости 0 1 0 штрих 1 штрих это значит мы берем 0 0 штрих и 1 0 сейчас 0 0 штрих и 1 штрих этот симплекс и 0 1 1 штрих еще такое разбиение на два треугольника в случае случае к равна единица можно описать так мы как бы верхнюю и нижнюю половину мы выбираем там набор вершин каких-то ну последовательных а на второй половине набираем дополнительный обор вершин только и только они по одному номеру пересекаются да 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 и вот по этому номеру там как раз у нас проходит прямая да вот здесь значит попытаюсь сейчас нарисовать здесь у нас получается вот такой симплекс который 00 штрих 1 штрих и 2 штрих потом идет 0 какой там 0 1 1 штрих и 2 штрих значит вот какой то вот такой еще будет вот и соответственно оставшись вот у нас получается три симплекса трехмерная призма разбивается на три симплекса ну и так далее вот это задает значит канонический способ разбиения канонический способ разбиения призмы на симплексы и соответственно это каноническое разбиение участвует в отделении цепной гомотопии вот несмотря на громоздкость этого построения тем не менее она довольно таки явная и и значит я вас поздравляю мы с вами доказали гомотопическую инвариантность сингулярных гомологий ура хорошо кстати говоря давайте я сформулирую еще задачу которые не знаю когда-нибудь нужно потребуется она или не потребуется вообще говоря полезная задача что такая задача значит это описать придумать и описать симплециальное разбиение разбиение на симплексы на симплексы в прямом произведение двух симплексов это произведение двух симплексов и разбить его на симплексы прямое произведение двух симплексов это такой многогранник у которого вершина нумеруются парами значит вершина первого симплекса вершина второго симплекса у нас сколько у нас это я 0 1 1 2 и к и соответственно 1 2 и n значит вот это все что я нарисовал это вершины это здесь изобразил только вершины и вершины прямого в прямом произведении то есть если мы возьмем два треугольника то там будет 9 вершин два треугольника будет 9 вершин да вот и соответственно нужно придумать разбиение симплециальное соответственно этого симплециального разбиение вершины будут ровно такими же только нужно сказать какие из набор вершин вот в этих вот в этой табличке какие наборов этих вершин должны образовывать симплекс а какие у нас изначально соединены или это неважно изначально у нас есть только один камерный симплекс в котором все подножить куда входят все грани все возможные грани и у нас есть н-мерный симплекс в котором тоже входят все возможные грани а в прямом произведение значит нужно придумать как у нас какие симплексы входят туда но смотрите вот в исходной задачке значит у нас равна единица мы как делали мы вот наши все вершины и согласно вот этой самой первой задачки какие у нас там ходили ну по крайней мере симплексы старшей размерности наверное хорошо бы все описать ну давайте симплексы самой старшей размерности это у нас значит вот какой там у нас тут вот такой набор вершин образует камерный симплекс ну и так далее мы берем до какого-то номера набор вершин с нижнего симплекса а потом все остальные с верхнего симплекса вещь вообще хочется всевозможные змеи сделать ну вот вот значит подумайте это действительно это 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 близко к правде да вопрос такой как если взять прямое произведение двух симплексов разбить на симплексы то какие наборы вершин будут образовывать грани в этом симплециальном разбиении задача полезная она пригодится для вычисления гомологии прямого произведения двух топологических пространства вот ну давайте я ее значит оставлю вам наподумать обсуждать и пока пожалуй сейчас не буду вот мы значит для случай равна единице я написал в общем случае подумайте так следующая вещь это относительная гомология относительная гомология главная вещь про относительной гомологии это длинноточная последовательность которую мы с вами будем обсуждать на семинаре вот а сейчас я скажу все-таки определение значит у нас пускай есть клеточная пара скажем или пара топологических пространств а подпространство x и у нас имеется комплекс который вычисляет дом гомологии x а обычный сингулярный комплекс вот а те сингулярные симплексы которые входят в комплекс для а образует подможество значит каждый сингулярный симплекс а является подможеством значит у нас получается такой под комплекс то что называется это есть под под комплексом здесь под множеством под группой множество сингулярных симплексов в лежащих а является под группой в множестве сингулярных симплексов в x вот ну и оператор взятия границ он тоже так устроен что оператор взятия границы в а это ограничение на этот подгруппу исходного оператора значит у нас говорят что имеется комплекс и опыт комплекс цикатая от а является подгруппой в цикатая от x вот значит такой ситуации называется мы говорим что у нас имеется цепной комплекс и опыт комплекс под комплекс это набор подгрупп в каждой грандировке которые замкнут относительно взятия оператора взятия границы ну и если у нас есть под комплекс то мы по нему строим фактор пространства который обозначается цикат от x запятая а это просто фактор группа цикатая от x по подгруппе цикатая от а это определение ну и соответственно раз у нас есть под под комплекс есть фактор комплекс если это действительно комплекс то в нем значит оператор взятия границы в цикатая от x а корректно определен корректно определен значит мы берем как он определяется мы берем элемент элементы этой группы называются относительные цепи вот элемент представляет класс относительной цепи представляется настоящая цепь и в x но когда мы берем ее границу мы говорим что она замкнута как относительной цепи это не обязательно что ее граница равна нулю в главное чтобы ее граница лежала в подгруппе цепей из а вот значит примерно такое сейчас картинку нарисую которую нужно в голове примерно представлять на что тут у нас x вот это у нас а и у нас есть так цепи вот такую штуку я буду нарисовать это относительный цикл относительный цикл это такой такая цепь в x граница которая не обязательно равна нулю но ее граница должна лежит лежить а значит граница c граница c лежит в а имеет носитель а вот такие штуки такие относительные циклы образуют задают относительный класс и класс относительных гомологий вот ну и теперь это теорема которую я говорил теорема которая который я обещал с вами обсудить значит теорема это значит если у нас для клеточных пространств если x а клеточная пара то мы берем то утверждается что ошенная от x а это все равно что приведенная гомология от фактор пространства вот это теорем мы с вами сейчас обсудим но кстати говоря прежде чем обсуждать теорему еще такое замечание скажу давайте пускай у нас а это . а это . ну и давайте для простоты чтобы немножко легче давайте возьмем лучше в качестве модели не сингулярные гомологии а каким-то импульциальные или клеточные я соответственно . так что вот этот у пускай комплекс исходный которым вычисляется гомологии x а состоит из конечномерных пространств а вторая строчка которые которые соответствуют точке она состоит всего лишь из одной группы z лежащие в одном только месте стоящий только в одном месте на любой грудировки вот тогда фактор 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 эти самые комплекс относительные циклы относительной цепи с это фактически исходная цепь кроме небольшой поправки в грудировке 0 и поэтому мы получаем что в этом случае это это просто значит вот другое другое обозначение для приведенных гомологий ашенная от x и . это просто есть приведенная гомология пространство x так что здесь от то что написано это нужно просто рассматривать ашенная от фактор пространство по моему по модулю вот этой точки которая у нас есть выделенная . который получается стягивание подпространство а вот так что наш приведенной гомологии это тоже частный случай относительных гомологии когда наше пространство является точкой а кстати говоря и а абсолютная гомология соответствует случай когда наше пространство это пустое если а пустое множество то относительной гомологии это просто исходной гомологии ну ладно значит давайте объясню как берется откуда берется это теорема значит теорема доказать теорема достаточно геометрично вот я нарисовал x а это я нарисовал а а первое что я делаю я вместо того чтобы рассматривать фактор пространство я приклею вдоль а конус а именно я смотрю y которые есть x объединенные с конусом над а вдоль доля снова склеены вдоль основания тут y наше пространство вот этот y а что это кстати говорят скажите мне что это такое с точки гомотопической эквивалентности просто x и не совсем да у нас и кстати конусы стягиваем аж поэтому стягивание это конуса дает фактор как раз фактор пространства это x по а ну вот и в частности вот для этого изоморфизма нам нужно какие там технические условия лима борсука и так далее то есть это для именно мы используем что у нас клеточное пространство правильно правильно совершенно а с другой стороны давайте я еще возьму значит конус получил этот конус который мы приклеили мы его отрежем до высоты 1 2 и обозначим прилетать через и грек не знаю и грек с волной это x объединенные с а значит вот цилиндр который есть а умножить на умножить на отрезок от нуля до одной второй вот значит вот здесь вот и вот так вот отрежу и тогда действительно этот цилиндр стягивается на а результат будет то же самое что исходное пространство x вот и теперь что я делаю ну вот да и теперь я что хочу доказать что мне нужно доказать мне нужно рассмотреть относительный комплекс да значит я теперь рассмотрю такую ничковой нужно x значит я смотрю такую пару и и мне нужно рассмотреть с чем хочу доказать относительная гомология относительная гомология x,a а смотрите у меня есть естественно гоморфизм у нас имеется естественно гоморфизм из-за из-за относительной гомологии в абсолютной гомологии если у меня есть относительный сингулярный симплекс то я просто стягиваю это пространство а у меня получается абсолютно сингулярный симплекс значит у меня в эту сторону гоморфизм имеется нам нужно доказать что этот гоморфизм является изоморфизмом значит нужно нам построить гоморфизм в обратную сторону Значит, вот в эту обратную сторону нам нужно построить гоморфизм. У нас по сингулярной цепи, вычисляющей гомологии фактора пространства, я хочу построить относительно сингулярную цепь. Значит, я делаю вот как. Вот это, как мы с вами договорились, это все равно, что в игреке. И значит, у меня вот этот гоморфизм, который я хочу построить, оно именно таким образом и будет. По сингулярной цепи в игреке я построю относительную цепь. Итак, пускай С принадлежит... Извините, в Х мы же убьем в Х на ТГ. Или, может, что-то запутался. Наоборот же, нет? Ну, мы хотим в обратную сторону построить. Значит, по классу гомологии фактор пространства мы хотим построить относительный класс гомологии. Понял, понял, что доказать гоморфизм. Вот. Значит, пускай у нас имеется какой-то класс гомологии фактор пространства, который представлен некоторым сингулярным симплексом. Hn от Y. Сингулярной цепью. Значит, эта сингулярная цепь состоит из... Это сумма сингулярных симплексов. Вот. Идея заключается вот в чем. Что рассмотрим сингулярные симплексы, которые входят в А. И они бывают двух типов. Бывают такие симплексы, которые целиком лежат в этом конусе, в этом конусе, приклеенном. А есть такие, которые задевают, которые входят хотя бы в одно... Которые входят в основание. Задевают точки из X. Бывают сингулярные симплексы, значит, вот те, которые входят в точки из X. И еще бывают сингулярные симплексы, которые целиком лежат в этом самом... в конусе. И я хочу добиться вот чего. Чтобы это наши сингулярные симплексы, которые представляют нашу сингулярную цепь, были настолько мелкими, чтобы выполнялось такое свойство, что если у нас сингулярный симплекс содержит хотя бы одну точку из X, то в этот конус он может залезать, но по высоте не больше, чем в одну вторую. Значит, если... Такое свойство, что если... Значит, если у нас какой-то сингулярный симплекс... Значит, вот у нас есть ρ сингулярный симплекс дельты N в Y. Если ρ образ с X не равно пустому множеству, то следовательно, что ρ от дельты N целиком лежит в Y с волной. Вот такое свойство я хочу, чтобы выполнялось. Добиться такого свойства. Значит, то есть это, грубо говоря, я хочу, чтобы наши сингулярные симплексы, из которых состоит наша цепь, были достаточно мелкими. Вот. Тогда у нас получается, что сингулярные симплексы бывают двух типов. Либо те, которые... Либо те, которые содержат точки из X, ну и тогда, значит, вот они лежат в нижней части конуса. Либо они не содержат точки X, тогда они целиком лежат в конусе. Вот. Чтобы этого добиться, в исходной цепи, которую представлял класс гомологии в Y, этого могло быть... Возможно, так и не было. Ну, мы что начинаем делать? Мы начинаем нашу сингулярную цепь измельчать. Есть такой способ по данной цепи построить новую, которая гомологически эквивалентна, которая получается измельчением исходной цепи. Она дает тот же самый класс гомологии, но представлена более мелкими симплексами. Вот. Такое измельчение можно сделать по-разному, но есть такой более-менее стандартный способ, который называется барецентрическое разбиение. То есть, если у нас есть симплекс, то его можно разбить каждую грань. На середине каждой грани берем по точке, и у нас получается вот набор симплексов более мелкой размерности. И мы вот этот треугольник заменяем на сумму маленьких треугольников, взятых с кратностью 1. Такая процедура называется барецентрическим разбиением. Ее можно итерировать, несколько раз применить. И каждый раз, когда мы применяем барецентрические разбиения, мы получаем гомологически эквивалентную цепь. То есть, мы один и тот же класс гомологии представляем новой цепью, которая гомологически эквивалентна, но в которой симплексы становятся все меньше и меньше. Вот. И вот так вот продолжая, после некоторого количества разбиений, там из соображений компактности, можно достичь такого, что вот выполняется то свойство, про которое я сказал. Вот. Ну, значит, получается, что вот, значит, тут прежде чем строить вот этот пунктирный комморфизм, нужно прежде всего к той цепи, которая представляет этот класс гомологии в игрек, несколько раз применить процедуру барецентрического разбиения. После этого мы представляем эту цепь, представляем представляем в виде, значит, вот этот C, представляем в виде C с волной плюс плюс C с двумя волнами, где вот этот C с волной это самое лежит в образ C с волной лежит в игрек с волной, А АСС с двумя с волнами лежит в конусе. Ну и тогда это что означает? Если мы так представили, значит, получается, что после стягивания фактор пространства, значит, мы можем представить, что наш этот самый, что я хочу сказать, что этот самый С с волной, мы можем считать, что она лежит в относительном цепи в относительных гомологиях, представляет этот цикл в относительных гомологиях Y с волной, в Y с волной по модулю вот этого самого А умножить на отрезок, цилиндр над А. А это есть гомотопически все равно, что пара X и запятая А. И мы таким образом представили наш исходный цикл, как образ цикла из относительной гомологии пары. Значит, вот мы построили гоморфизм в обратную сторону. По относительному классу гомологии мы легко строим класс гомологии фактор пространства более-менее очевидным, а вот в обратную сторону нужно немножко добавить геометрические конструкции. По исходной цепи С мы построили вот этот С с волной, который представляет относительный класс гомологий. вот это, значит, как это работает. Ну ладно. Значит, давайте я... Давайте я все эти технические вещи, давайте я на этом остановлюсь. Но если потребуется когда-нибудь, мы к этому вернемся. Ну давайте вернемся к относительным гомологиям. Теперь мы уже более-менее представляем вот в этой оксиматической... в этой оксиматической построении теории гомологии у нас более-менее все имеются ингредиенты. Осталось только одну вещь рассмотреть, это длинная точная последовательность. Давайте я хотя бы сейчас сформулирую теорему, а дальше мы будем ее обсуждать, как это применяется на примерах. Значит, я напомню вам, из наших семинаров были такие очень удачные обозначения, когда мы говорим, помните, значит, из семинаров такую вещь, что если у нас есть такая длинная точная последовательность, то что она означает? Если такая последовательность точная, что она означает? Что у нас есть, по-моему, из нуля в П? Точность этой последовательности это какое свойство гоморфизма Ф? Что Ф-сюрективно. Значит, Ф-сюрективно. Вот, а, соответственно, в обратную сторону значит, Ф-сюрективно, соответственно, инъективно. Вот, а если у нас какая-то такая последовательность точная, то это Ф-изоморфизм. Это просто уже на уровне на уровне уже жаргона. И, наконец, последний случай, когда у нас А, Б, С, точно это что означает? Ну, вот это вот, вот это что означает? Это стрелочка, что мы знаем? А это инъективно. Инъективно это что означает? Что С является подгруппой Ф-б. А это? Избывал на сироекции. Мы знаем, что, ну, А по сути тоже можно группу Ф-б сделать. Ну, с гидром С. То есть, А это фактор Б по С. А это фактор Б по С. Значит, вот запомните, вот этот, вот эти штуки просто на уровне такого жаргона и обозначений. Вот это такая штука, короткая точная последовательность, просто обозначение того, что у нас есть подгруппа и фактор группа. Что С это является подгруппой группы Б, а А это, соответственно, фактор группы по этой подгруппе. Просто на уровне жаргонов. Запомнили? И каждый раз, чтобы не думать, кто там, ядро, образ. Просто такое короткое точное последовательность обозначает, что у нас есть группа, ее подгруппа и фактор группа. Просто на уровне жаргона. Окей. Давайте теперь вернемся к последовательности. Значит, у нас, пускай у нас имеется цепной комплекс. цепной комплекс, который вычисляет гомологию пространства. И у него есть подкомплекс, который вычисляет гомология А. Куда подкомплекс? Давайте здесь нарисую. цк плюс один штрих, цк т штрих, цк минус один штрих. Значит, цк т штрих – это цк т от А. Это подкомплекс, правильно? Но тот факт, что это подкомплекс, мы как теперь по-умному будем обозначать? Мы будем обозначать тем, что это просто вот… А, нет, извините, пожалуйста, я… Я прошу прощения, но мне чуть-чуть более привычно… Это все равно, но мне чуть привычно его сюда это обозначать. цк т штрих – это цк т от А. Я внизу буду рисовать. Значит, цк минус один штрих, цк т штрих, цк плюс один штрих. Вот. Ну и теперь мы это будем обозначать по-умному. То, что это внизу, в нижней строчке является подкомплексом средней строчки, это мы обозначаем теперь вот такой стрелочкой. Только там стрелочка 1-0 посередине. Да. Вот. Это просто обозначение комплекса и его подкомплекса. Значит, условия того, что в нижней строчке – это подкомплекс, то есть этот вертикальный гоморфизм здесь на втором уровне инъективный. И у нас есть фактор комплекс, который обозначен цк т два штриха – это относительная гомология цк т от х, запятая А. Это просто фактор пространства, фактор комплекс. Значит, тот факт, что это фактор комплекса, обозначается просто вот такими стрелочками. Значит, у нас есть такая простыня группы гоморфизмов. Каждая строка является комплексом. Каждая вертикальная строка, столбец является короткой точной последовательностью. Значит, у нас фактически нижний ряд гоморфизмов инъективный, верхний ряд гоморфизмов инъективный, ну и вот у нас получается такой простыня из комплексов. Вот. Вот эта простыня – это просто обозначение для того, чтобы сказать, что у нас есть, соответственно, комплекс, его подкомплекс и фактор комплекс. Значит, теорема, которая верна в алгебраической ситуации, она говорит, что имеется гоморфизм, который обозначается буквой D. Ну, буквой D перегружен, но пускай все равно она будет перегружена. И она действует из камерных гомологий фактора комплекса, в камерных одинмерной гомологии подкомплекса. То есть, на языке топологических пространств он действует из относительных гомологий в К-1 мерные гомологии под пространство. Значит, имеется такой естественный гоморфизм, который мы с вами определим, и он обалдает таким свойством, что мы можем все это вместе включить в одну большую-большую последовательность, которая является точной. Ой, сейчас я попытаюсь эту длинную точную последовательность написать. Значит, мы берем, стартуясь с камерных гомологий, ну, давайте лучше на языке буду сейчас, на языке топологических пространств, но, соответственно, это можно переписывать на языке прямо алгебраически, это верно для любых комплексов. Значит, имеется гомология А, но А вкладывается в Х, и поэтому у нас имеется гоморфизм прямого образа, который соответствует вложению. И гоморфизм в результате у нас класса гомология в Х. С другой стороны, из Х можно образовывать фактор пространства, спроектировать все фактор пространства, и у нас гоморфизм прямого образа превращает это в гомологии фактора пространства, или, лучше сказать, гомологии пары. Мы из абсолютной цепи делаем, рассматриваем абсолютную цепь как относительную. Дальше у нас есть связывающий гоморфизм, который приводит это в К-1 мерной гомологии А. И у нас все зациклилось. Опять у нас все то же самое со сдвигом грудровки на 1. hk минус 1 от х. Ну и здесь тоже hk плюс 1 от ха и так далее. И значит, это утверждается, что это длинная точная последовательность. Точная. Точная длинная последовательность. И мы с вами разберем на семинаре примеры, как это все работает. Ой, время уже кончилось, черт. Ну, все-таки давайте я закончу определение, а потом мы сделаем на 10 минут прерывчик. Значит, вот этот х, а это А. А это у нас относительный класс гомологии. Значит, c принадлежит относительным гомологиям. kt от xа. Раз это относительная гомология, значит, это такой цикл. Но он не обязательно является, не обязательно является, если его рассматривать как цикл в х, он не обязательно является замкнутым. У него есть граница. Граница не обязательно равна нулю. Но граница c лежит обязательно в А. Поэтому граница c является цепью, сингулярной цепью в А. Она замкнута, поскольку она, дефенсал от нее равен нулю. И, следовательно, она сдает класс гомологии. Вот так определяется вот этот граничный гоморфизм. Но давайте все-таки, все-таки давайте продемонстрирую немножко более алгебраическое определение этого гомоморфизма. Значит, вот я здесь описал геометрически, а теперь то же самое переговорю на языке алгебры. Значит, вот возьмем у нас наш элемент c, который представляет класс гомологии из цепного комплекса, который в верхней строчке. Значит, это является верхней строчке в относительных гомологиях она является цепью. Поэтому, если мы применим D, то получаем ноль. С другой стороны, мы знаем, что столбцы являются точными. Поэтому, поскольку этот гоморфизм сюрлективный, значит, существует некоторый элемент, который переходит в c. значит, если мы применим к нему D, то мы получаем некоторый элемент dc с волной, который обладает таким свойством, что если мы к нему применим вот этот вертикальный гомоморфизм, то мы получаем ноль. Просто из-за коммутативности этой диаграммы. Но раз он переходит в ноль, значит, из точности этого столбца существует элемент b, который в него переходит. Значит, таким образом, мы по исходному элементу c мы построили вот этот элемент элемент b. Значит, исходя из свойств этой простыни с точностью столбцов, мы получили, построили элемент b. Вот. Дальше нужно проверить, что этот элемент b, во-первых, является цепью, циклом, что d от него равно нулю, и что разный произвол в его определении приводит к гомологичным элементам. Вот это задает задает этот самый алгебраическое определение от этого граничного гомоморфизма. Значит, вот такая вот такая игрушка с беганием по диаграмму называется метод диаграммного поиска или по-английски diagram chasing или там, я не знаю, охота, диаграммная охота, что-то в этом духе. И очень многие рассуждения, связанные со свойством длинной точной последовательности, именно примерно с такого рода рассуждениями и строятся. И мы на семинаре немножко попытаемся на эту тему пообсуждать. Ну, ладно. Значит, пока у нас это предварительная версия, а дальше мы давайте все остальное попробуем на семинаре обсудить. Когда достали? Там у кого-то семинары сейчас другие. Да, ну давайте сейчас, а сколько, сейчас дайте, секундочку, дайте на вас посмотрю, сколько у нас тут много участников. Ну, не очень. Ну, ладно, давайте через 10 минут встретимся, если кто-то останется, мы, соответственно, будем еще, и тогда я еще раз все это проговорю. Спасибо.